Добрый день суток, с вами Саймон, и мы продолжаем играть в Present Architect. Вот, в прошлой серии много у нас натворилось, и вот построили новую генераторную, и поставил следующая проблема. А как соединить два генератора вместе? А никак, соединить вместе их нельзя. Поэтому нужно делать отдельные ветки энергоснабжения. Поэтому разделю я следующим образом. Вот этот генератор будет питать у нас жилые блоки, а второй генератор будет на административных блоках, потому что конденсатор больше на генераторе первым. Жилые блоки больше всего потребляет, в принципе. Ну, хотя... Не знаю, может быть стоит и... Давайте попробуем так, как я задумал, не знаю. Потом что-то подумаю. В общем-то, не суть, может еще передумаю. Вот. Значит тут... Вот этот вот... Ломаем ветку, и вот здесь присоединяем. Вот. Поэтому вот это все мы вот ломаем, вплоть до сюда. Чтобы вот здесь все работало, функционировали эти комнаты, мы просто берем и вот так вот берем чуть выше, и здесь ведем ветку, и подключаем к этому генератору. Вот. Ну и вторую ветку ведем, и вот сюда, допустим, подключаем. Все довольно-таки просто. Вот. Ну и наверное, все-таки, да, вот этот генератор на административный центр пойдет, потому что тут всякие станки, плиты, ну а жилые блоки, их можно, в принципе, отключать, если что. Вот. Ну тогда все будет то же самое, то есть этот генератор пойдет вот... Нет, вот этот генератор. А, да, тут будет сложнее, сложнее. Мы тогда не сможем сделать так, как хотим. То есть этот генератор не сможет сюда зайти и за вот этой вот ветки. То есть они будут пересекаться. Ладно, поэтому, наверное, придется парочку конденсаторов, что ли, переставить или купить. Я думаю, деньги у нас появятся. Тем не менее, это все будем делать ночью. Сейчас давайте запустим игру, посмотрим, как у нас тут дела. Я мельком глазу видел, что у нас летели зоны. Давайте оформим. Оформим это все. Так, ну и вроде бы все нормально. Вот у нас уже один бегает здесь, но сейчас его вроде бы как вернут. Здесь у нас строится новая комната. Я уже даже забыл, какая. Серьезно. Забыл, какая даже. А, да, да, да. Комната для посещений. Не играла всего лишь пару дней, но почему-то уже забыл. Или эта комната не для посещений, да, на батон. Так, 9. Да, у меня комната для посещений, она самая. Почему только здесь 13 сделал? Вопрос. Ладно. Расширяем мы кухню. Это я помню. Я через еще немножко, так сказать, посмотрю, что здесь у нас и как происходит. Давайте все нормально. Не знаю. Водонасосную станцию надо ли вторую ставить? По-моему, пока что не надо. И целая часть комнаты у нас пустует пока что. Это мне, конечно же, не нравится. Давайте немножечко побыстрее все сделаем. У-у-у, нифига себе тут деревьев. Такс, ну, никто не работает на табло. Никто. Вот у нас уже много заключенных мог работать, по сути. Давайте сделаем по максимуму. Почему бы и нет? Может, кто-нибудь на табло да и встанет. Вот сейчас у нас дрова отвезут. Нормально. Так, автосохранение. Так, и комнату они не доделывают. Или это мы сломали? Да, походу, комната слетела просто. С доделывания. Камера довольно-таки полезная вещь, но не могу сказать, что мы начали экономить на охранниках. Мне почему-то совесть не позволяет как-то сделать их меньше, точнее. Давайте посмотрим по потребностям. Нет, все хорошо. Я еще хотел посмотреть программу. Что значит у нас? Здесь. 59 человек уже закончили духовенство, так сказать, изучать. И еще 15 в очереди. Еще и 34 человека проходят. Очень востребованное, так сказать, предприятие. Так, вот эта программа. Один человек только ушел. Что нам за него ни деньги не дали. Может, через какой-то срок. Еще 8 в очереди. Окей. Вот один тебе забил место. Так, значит, по охранникам. Еще 2 в очереди. 10 завершили, 10 еще проходят, я так понимаю. Потом. Анонимные алкоголики. 1. Ну да, вот стоят они, походу. Программа по метадону. 41 человек завершил, 35 еще проходят. И 3 в очереди. Давайте лучше не буду озвучивать. Так, квалификация общего образования. То есть вообще не востребовано. Почему-то никто не хочет идти. Причем у нас есть люди, которые завершили реформу образования. Но вот сюда никто идти не хочет. Кстати, как у нас там с экспортом? Да, да. Экспорт меньше. Точнее, надо сказать, доход за заключенных, выплата за заключенных превышает наш экспорт. Это просто прекрасно. Надо что-то делать. Я хочу, чтобы они проходили этот курс. Не зря же мы платим деньги. Да и нам надо грант выполнить. Довольно-таки нехилый. Так. То есть вообще заинтересованных нет. Ну, хотя бы они хотят обучаться. И то хорошо. Плотническое дело. Ну, как раз благодаря этому они и делают стулья, да. Но только вот один человек пока что завершил все это дело. Ну, вот один, что ли. Это и есть, что ли он. Он безопасность на кухне. Тем не менее, 22 человека завершили. 10 еще проходит. Но в столярной мастерской навсегда будут работники, потому что 24 человека уже квалифицированы. 14 прошли. И один еще заинтересован. То есть всегда есть поток. Давайте посмотрим. Реформа по образованию упадает сразу после квалификации общего образования. Не знаю. Не знаю. Надо что-то делать, конечно же, с этим. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, куча досок. Ну, естественно, никто... Наши деревья с вами... Естественно, никто стулья так и не сделал. Ну, никто не хочет сюда идти работать. Ну, и даем батон. Жалко. Так, денег у нас до сих пор нет. Ну, давайте продадим... Несколько... Так сказать... Досок. Блоков досок. Доделаем нашу комнатку. Да, вот, отлично. Необходима дверь. Сделаем по подобию... Вот этой вот комнаты. Вот так-то. Сейчас они все лягут спать, и мы будем переделать свои линии электроснабжения. Вот, они опять работают. О, он читает. Класс. Ну, вот, стулья никто не делает, они там болтают, лоботрясничают. Может, надо к ним охранника отправить. В конце-то концов. Что он делает с книгой? Ну, непонятно. Тем не менее, дров много, досок много. Это отлично. Так, давайте-ка подадим. Вот эти доски, они сейчас нам понадобятся. Хочется, чтобы финансовый запас был, когда мы будем менять свою систему электрификации. Да, вот здесь оставим. Вдруг все-таки кто-нибудь сделает стул. Мне даже интересно на него посмотреть. Так. Тут кто-то сидит. Четыре в карцерах. Да. Одна семья хочет посетить нашу тюрьму. Я вот думаю, может, еще одну мойку поставить. Похоже, никто не справляется с уборкой этого всего. Нет, тут, в принципе, вот, мало подносов, да. Просто поворот, мне кажется, маловато, чтобы они все это уносили. Вот уборщикам лень помочь. Так, ладно. Ой, блин, что я сделал? Так. Отрубаем электричество, чтобы никто ничего не заметил. Так. И теперь чем? Ну что? Такой сильный генератор. Давайте поставим, кстати, не знаю. Все-таки два конденсатора сюда хотя бы. Давайте три. Большой конденсатор. Наш большой собрат будет питать. Питать с собой жилые отсеки. Прекрасно. Так, все. И подключаем обратно. Это дело у нас ведется вот сюда. Давайте даже так сделаем. И, значит, вот сюда, да. Давайте даже вот так сделаем. Причем бы и нет. И вот. Все готово. Я надеюсь, наш второй генератор выдержит нагрузку. И, в принципе, все в порядке теперь должно быть. Вот. Ну, не так, что сложно, блин. Стенка сломалась. Так, восстанавливаем. Кстати, это что у нас такое? Это у нас надо снести, а то это лесник у нас стоит. Надеюсь, я не ошибся. Здесь мы действительно, действительно, я хотел сделать комнату для переговоров. Иначе это будет немного фейлово. Ну, да ладно. Что вообще по комнатам у нас еще есть не построено? Ну, конечно, все у нас построено, да. Но все это нужно расширять. Еще раз расширять. Так. Ну, все, вроде бы как, можно включать его. Оп. Нет, еще не поставили ничего у нас, да? Тем не менее. Ой. Так, вот это мы забыли. Отключить. Так, стоп. Давайте вот так и сделаем. Вот, и все отлично. Камера одна у нас отключилась. Ну, да ладно. Так, ЖКХ сюда проведено. Нет, не проведено. Проводим ЖКХ. Ну, и скоро сейчас вот мы узнаем момент истины. Тем временем. Давайте ускоримся и... Денег нет. Ладно. Опа. Все отключили. Подначисто. То есть, только склад остался. Один несчастный работать. И вот генераторная. Все отключили. Одна чисто вообще. Вот. Извиняюсь. Одна минутка. Я снова с вами. Извиняюсь. Откошляться. Не знаю, слышали вы человека-соседа сверху. Мой человек-сосед любит иногда подвигать что-то. Ну, вот. Иногда становится довольно-таки неловко. Когда посреди серии происходят какие-то непонятные звуки. Ну, извиняюсь за своего человека-соседа. Уверен он. Не со зла. Так. Ну, все ходят такие в потемках. А, что, где? Самое интересное, что лампы-то работают у нас без электричества. Давайте, кстати, проведем обыск тотальный. Пока есть время. Включим. Тогда же свет у нас в блоках. Кстати, прачечина тоже работает от этого всего дела. Я также почитал, как именно правильно находить тоннели. И это довольно-таки интересно, оказывается. То есть, собаки иногда находят тоннель, да, и ставятся флажки. Если один флажок, то это может быть ошибочно. Но если их много, то, скорее всего, это верный тоннель. И надо еще найти путем обыска камер, куда ведет этот тоннель. Это вот довольно-таки интересно. Я считаю. Ну, там мы собираемся вообще ветки-то ставить. Наши электрифицированные. Думаю, надо продать все-таки еще досок. Ну, пока что хочу сказать, что не так же густо по обыску. Отлично. Просто денег вообще не было. 12 человек уже обыска... Ну, претерпели обыска безрезультатно. Но, ох ты. Шприцы. Понятно все. Так, все, да. Не выдерживать все-таки. Давайте посмотрим, насколько... Понятно. Давайте-ка поставим еще два конденсатора. Ну, вот где-то так, допустим. Ну, один, хорошо. Все живутся, что-то находят. Так. Ну, уже ставьте быстрее. Я был бы все-таки не прочь купить вот эту территорию на левой стороне. И тогда мы сможем именно разделить нашу тюрьму. То есть, слева, например, у нас будут жилые блоки. Ну, и лес, может быть. А справа только администрация, не знаю, всякие... Всякая кухня, не знаю, всякие учителя, там еще что-то, кстати. Сидят в потемках, а что, где учатся. Обучились, типа. Окей. Ну, уже вставь. Давай-давай-давай. Быстренько-быстренько. Быстренько-быстренько. Ах. Блин. Конденсаторы еще нужно включить. Да? Нет. Не хватает, не хватает. Плохо, очень плохо. Давайте тогда... ...продавать. Наши дрова. Покупаем еще один конденсатов. Пока у нас не отняли деньги на «нужды». В кавычках. Отлично. И еще давайте-ка два конденсатора поставим. И, думаю, этого уж точно должно хватить. Кстати, лес у нас растет еще. Ну, не очень сильно растет, но, тем не менее, дрова будут. Но, если что, переключимся на металл. Так-с. Продали экспорты мы очень обильно. Ну, блин, все-таки находки довольно-таки обильные у нас. Много чего нашли. Дубинку в том числе. Как они дубинку получили? Как? Ее можно получить только здесь, здесь. И все, по-моему. Как еще? Они туда даже не имеют доступа. Хотя, может быть, охранников можно как-нибудь подговорить. Вот это интересно было бы. Как дубинку нашли вообще, непонятно. Так, ладно. Подключаем. Ну, блин. Это очень плохо, на самом деле. Давайте подавать еще. Все-таки мало денег мы подготовили для этого всего дела. Ну, а я очень надеюсь, что еще одного конденсатора нам хватит. Так, ладно. Тем временем, давайте пока что отключим. Вот. Отлично. Все. Сейчас, давайте-ка включим и посмотрим, какая нагрузка. Да, блин, нагрузка на электросеть мизерная. Давайте тогда просто брать и снимать. Конденсаторы вот отсюда. Что ж я так туплю-то? Я думал, что там нагрузка, правда, большая. Сколько еще? Давайте снимем. И еще два. Давайте. Нет, давайте пока что так вот оставим. Так, скорее всего, хватит нам. Вот, отлично. Отлично. И включаем. Ой, 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 ой. Так, стоп, 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 стоп. Понятно, все. Конденсаторы пересеклись между собой. И вот, чем это чревато. Вот о таком я, конечно, не думал. Так. Так, так, так. Понятно, я понимаю ваше... Негодование. Давайте включаем быстрей-ка вот этот генератор, чтобы плиты работали. Тем не менее. Стоп, а откуда камеры черпают энергию? Очень интересно. А, от одного генератора, понятно. Вот, отлично. И, значит, ночью, что мы еще сделаем? Мы просто возьмем и быстренько отмонтируем вот эти три конденсатора и передвинем генератор на одну клеточку назад. И сможем дальше ставить конденсатор. Но пока что электроэнергетика восстановлена. Что требуется нашим заключенным? Гигиена и все прочее. Сейчас у них свободное время, целый час. Они могут вполне все это удовлетворить. Я уверен. Ну, в принципе, новая электрификация прошла более-менее успешно. Просто не хватало... Ну, не совсем было понятно, как именно все это работает. С новой ночи. У нас, кстати, уже 22-й день. Мы сделаем все по уму. Заработаем денег и перенесем комнату, расширим столовую. Кстати, очень мало заключенных теперь наедается. Вот это плохо очень. Да, ЕДА по большой нужде у них. Достаточно по большой нужде. Кто-то он ранен. Ну, давайте подадим уже это все дело. Вот, отлично. Хотя бы деньги появились, тем не менее. Ну, и можно, в принципе, кое-как разметить будущее, так сказать, кабинки для прослушиваний. Ну, не знаю, вот так вот получится ли у нас через клетку. Так. Так. То есть, чтобы было место с обоих сторон. Да. Нет. А если впритык, там, как у нас стоит, они вообще могут ходить? Могут ходить. Значит, если впритык, то, соответственно, так. И вот так. Да, в принципе, получается идеально. Можно так сказать. Поэтому давайте копим. вот это все делаем. Почему здесь мы не можем поставить ничего? Вот это все отменяем, конечно же. Вот. Отлично. Пусть пока что поставят столы, а там посмотрим. вот еще доски. Отлично. Ну, не знаю. В принципе, еды более чем достаточно. Именно самой еды может быть, слишком мало времени им дают на еду теперь. Но, как-то мне кажется, что причина именно в другом. Подносов на всех должно хватать. Вот еды дофига. Вот еще не суп дофига. Еды тоже должно на всех хватать. Все едят вон. Кто-то толпится, кто-то что-то. Да нет, в принципе. Все должны наедаться. Не знаю. Кажется, что все более-менее хорошо в столовой. И расширять ее вроде бы как даже не нужно. Зачем тогда мы это делаем? Хе-хе. Не знаю, зачем мы тогда это делаем на самом-то деле. Может, и совсем не это и хотят в этом построить. Что? Может, ничего построить-то? Что я хотел перенести? Хрен его знает. Извиняюсь. Ладно, давайте уже расширять комнату для посещения. Так уж и быть. Тем не менее, все равно посетителей уже становится много. Пусть они же лучше сразу пройдут. Все дела. Библиотека мне очень нравится, как она выполнена. Так. Давайте поставим стены. Так, а денег уже и нет. Так. Так. Угу. а что если бухгалтера еще одного нанять то что мы сможем больше грантов брать интересно так давайте ка не знаю может быть может быть надо сюда патруль поставить патруль мастерскую чтобы мол кто-то следил за ним постоянно и чтобы они качественно работали кто-то там болтает вообще непонятно зачем они там что они делают так все это пока что подадим и доделаем нашу комнату ах да еще полы я хотел доделать полы да получилось такая же комната по размерам только чуть-чуть длинней прекрасно в этот раз я не просчитался ну и давайте будем потихоньку выводить здесь вот это демонтируем вот это чтобы это все конечно же не залеживалась у нас ты принципе 3 столы можно было перенести да ладно пусть на складе полежит у нас склад так нормально нормально склад склад как склад всегда завален просто хочу определиться что все слоты здесь заняты да все немножечко приостановим пожалуй ну давайте значит что мы сделаем где у нас автомат автомат вот он наш золотой вот так да потом что еще у нас диванчик прекрасно давайте ка может еще знаете вот сюда как-нибудь вот сюда давайте может поместим так автосохранение сюда давайте диванчик один ну вот ну тупо что кто-то мог посидеть как-то так в общем вот сюда при этом вот здесь уберем ненужную электросеть вот этот которая у нас немножечко электричество забирает давайте экономить уже в кое-то веке и вы всегда давайте проведем электрификацию так вот отрядку нашли отлично давайте принципе уже можно обозначить эти комнаты как комнату для собеседований для свидания точнее да отлично но вот эту комнату давайте-ка постепенно выводить вот все сейчас отсюда уйдут последние люди и в общем то все нормально будет так патрули давайте сюда пусть один человек заходит вот так проходится проверяется все сюда давайте-ка одного поставим церковь у нас должна быть всегда открытой да я думаю так правильно так вот это у нас только для персонала вот это тоже вот это тоже вот нормально теперь так отлично ну вот это все мы разберем потом и все будет нормально да все таки по моему они не успевают просто мыть эти подносы ну ладно ладно разберемся тем не менее опасность не такая же большая потребности в основном сон и еда вот такая у нас прекрасная тюрьма давайте-ка устанавливаем одно большое окно вот сюда будут смотреть в окно прям таки хе-хе-хе лампы свободны у нас ну все думаю просто прекрасно и думаю на этой довольно таки хорошей ноте можно и закончить если вам понравилось так же как и мне мне очень понравилось ставьте лайки подписывайтесь пожалуйста если вы этого еще не сделали что ж спасибо за просмотр с вами был саймон до новых встреч